Вы обеспечиваете личную безопасность, вашу личную безопасность. Если до сих пор этот вопрос не стоял, то убедительная просьба к вам лично обеспечить вашу личную безопасность. Без вас нам не жить. У меня вопрос. А кто обеспечил личную безопасность Кеннеди? Вы знаете, самое главное безопасность – быть неинтересным своим врагам. Я неинтересен. У меня ничего нет, мне нечего отнимать. Я не богат, нет у меня миллиардов, которые можно было бы отнять и так далее. Вы мои партнеры – это не только мое, это и ваше. А вы знаете, если кто-то сильный враг, то пуля всегда найдет. Если надо. Так не надо иметь этих врагов. И не надо, опять же, мне говорят, почему тот не поддержал, почему тот не… А давай туда побежим, давай туда. Вот будем ходить, надоедать. Точно придет и никакая охрана не поможет. Как не помогла Найкину. Понимаете? Поэтому вот надо вот эти вещи понимать. Когда даже простая вещь происходит, и мы говорим, что мы прошли экспертный совет, и наш транс был признан инновационным, тоже тысячи звонков в Минтранс. Это то, о чем я говорю. А правда ли? Да быть такого не может. И нет, другие звонят. Граждане там, допустим, снимают сайты это и так далее, да? Так вот это не надо делать. И сейчас опять надо доказывать, а был или есть экспертный совет? А действительно ли поддержать? И так же вот в свое время, допустим, достучались до Медведева, президента России. Он весь держал, ну как, где-то вот тут рельс. А? А, вот он. Тут его отпечатки есть. Пальцы вот здесь, да, да. Такой тяжелый. Говорит, а это правда российская разработка? Я говорю, да. Этим надо гордиться. А деньги найдете? Я говорю, да денег нет? Ну как хорошо, дадим поручение Министерству транспорта. И там на Казсовете дает поручение Министерству транспорта. Я не буду называть его. Найти для нас миллиард рублей. Это тогда было 30 миллионов долларов, чтобы построить тестовый участок в Ульяновске. И параллельно я прошел, получил поддержку Среди Федерации. Он возглавлял тогда, это бывший представитель Совета Министров СССР, да? Возглавлял тогда антимонопольный комитет. Тоже получили поддержку, они написали письмо министерству с просьбой найти для нас миллиард рублей на проект. И эти вот две просьбы поручения встретились в Министерство транспорта. И они не побежали искать миллиард. У них он был. Они сделали закрытое совещание и там министр спросил, нам такой конкурент нужен? Ему говорят, нет, не нужен. И через неделю приехала бригада из ста человек в вагонах с надписями МЧС, с кранами сто тоннами, с самосвалами, с пилами, газорезками. И за сутки, тот полигон, который был построен за деньги Лебедя, Ализар Ивановича, хорошего человека. Он был моим партнером. Он свои деньги давал на следствие полигона. Он исчез. Я не знаю, куда он исчез. Понимаете? Пошли за поддержкой, что получили? И слава Богу, что просто полигон снесли. А не сделали что-то другое. Понимаете? Поэтому, еще раз повторяю, с моей точки зрения, я-то сам видился, быть неинтересным. Вот тем, кто может что-то сделать. Вот я неинтересен. Я вам интересен. Нес Develop. Нес